МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас будет свой закон. В Комитете Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи разрабатывают законопроект о государственной молодежной политике. До недавнего времени вопросы молодежной политики регулировал закон, принятый еще в СССР. Он утратил свою силу 1 сентября этого года в связи с принятием закона об образовании. Вот здесь одно из тех редких, наверное, событий, когда в вопросах внутренней политики все четыре фракции Государственной Думы единодушны в вопросе о необходимости принятия закона о государственной молодежной политике. Концепцию и структуру законопроекта уже создали. Об этом зампредседателя Думского комитета сообщил на Совете ректоров Южного федерального округа. Представители вузовского сообщества предложили обсудить проект будущего федерального закона со студентами, пока он находится на самом начальном этапе, и в него легче вносить коррективы. Совет ректоров Южного федерального округа прошел на площадке международного форума «Силиаз». Форум открылся в Астрахани 13 сентября. С первого дня там работает наша съемочная группа. Наш корреспондент Мария Ермаченко на вопрос «Как у вас дела?» ответила «Тут не просто весело, но и комфортно». Начинаем очередной цикл лекций «Занимательная форума ведения». Итак, «Силиаз» и его особенности. Особенность первое – место проведения. Мы сейчас находимся на главной площади Астрахани, в самом центре города, и рядом Астраханский Кремль. В любом другом случае до самого форума нам пришлось бы ехать пару десятков километров. Но не в этот раз. Главная площадка совсем рядом. И нам даже не пришлось идти к форуму, потому что в этот же момент форум пришел к нам. Для участников организаторы устроили экскурсии по городу. Скажите, пожалуйста, ребята, а вы какой город представляете? Регион или направление? Минск, Беларусь! У всех Беларусь! Нет, тут раз. Это международный форум «Силиаз». Небольшой флешбек. В прошлом году на ту пору еще межрегиональный форум «Силиаз» отпраздновал пятилетний юбилей. И получил статус международного. С этого года он пребывает в новом качестве, а участники пребывают на новое место. Больше никаких палаток и даже корпусов детского лагеря. Вместо этого – комфортабельная гостиница. Мы определили место достаточно такое интересное, на мой взгляд. Это автономный городок на базе отеля, а также на базе набережной нашей красивой Астраханской. Сегодня на «Силиазе» чуть более ста иностранных участников. В основном они представляют прикаспийские государства. В планах Росмолодежи увеличить список, пригласив на живописные берега Волги и других гостей. Хочется немножечко расширить повестку дня от именно Каспийской к более, скажем так, европейской. И сейчас мы подали заявку на включение мероприятия «Силиаза» в план действий совместный между правительством Российской Федерации и Советом Европы. Это европейская организация. Именно вот в совместный план действий на 2014 год. В этом году в план действий Совета Европы входили две российских площадки. «Интерселигер» и форум «Балтийский Артек». Если действия Федерального агентства по делам молодежи увенчаются успехом, «Силиаз» станет третьим в этой кампании. Мария Ермаченко, Илья Титов, телеканал «Просвещение». По личной просьбе Марии Ермаченко напоминаю всем, что Астрахань и Архангельск – это разные города. Астрахань ассоциируется с Арвузами, а Архангельск – с Треской. А вот о том, с чем ассоциируется Санкт-Петербург, нам, может быть, расскажет Владимир Нац. Но прежде всего новости. М-блог в нашем времени. Здравствуйте, Сергей. Мы рады ознакомить вас с последними новостями в выпуске М-блог. Но сначала передаем привет «Силиазу». Инициатива в области дела Божьего заслуживает особого уважения. И наш корреспондент Ольга Рогова подробно поведает нам о встрече с патриархом в сюжете своем. 14 сентября в Петербурге патриарх Московский в Сеярусе Кирилл совершил великое освящение храма Феодоровской иконы Божией Матери. После торжественной службы патриарх встретился с победителями молодежного конкурса «Православная инициатива». Этот конкурс, он очень широко распространяется и в России, и в странах Ассангрии, и даже в дальнем взаимодействии. И мы надеемся, что он несет свой вклад в то, чтобы церковь и общество вместе работали над теми проблемами, которые для всех нас важны. Сегодня православная и светская молодежь зачастую испытывает многие стереотипы и предупреждения по отношению друг к другу. И поэтому очень важно создавать площадки и возможности для совместного диалога. Проект «Старший брат, старшая сестра» — одна из таких площадок, где представители верующей и неверующей молодежи могут объединиться вокруг общего дела. Я надеюсь, что мы найдем дальнейшую поддержку, волонтеров станет больше, и общими усилиями с помощью православной церкви мы сможем помочь детям с инвалидностью в городе Павловске, где мы и осуществляем нашу волонтерскую деятельность. Есть очень много важных социальных дел, на почве которых мы сможем стать едины. И здесь вовсе не важно, какие у кого религиозные взгляды. Важно быть готовым прийти на помощь другому человеку. А милосердие как раз и учит концентрировать взгляд не только на себе. Ольга Рогова, Александр Медведев, Кирилл Елагин. Специально для 1М. От ортодоксального взгляда на небо перейдем к научному. Подробности в следующем сюжете. Кто бы мог подумать, что в мире существует такое множество телескопов, с помощью которых можно смотреть не только на звезды и на Луну. Недавно у жителей города появилась возможность целый вечер наслаждаться свободным доступом к настоящим профессиональным телескопам. При том, возможности оптики, представленной посетителем, просто поражали. Также удивляло то, сколько народу пришло на вечер открытой астрономии. Это говорит о том, что в нашей стране вопрос космоса волнует население и люди, готовые простоять полчаса в очереди, чтобы немного приобщиться к изучению космических тел. Солидарен с этой точкой зрения оказался и старший научный сотрудник Пулковской обсерватории. Удивительно, конечно, потому что я так знаю, что в школах не везде астрономию изучают. Вроде бы она в таком забытии находится, но вот видно, что народ вдруг стал проявлять интерес. Если у молодежи появлялись трудности с эксплуатацией этих сложных механизмов, профессионалы помогали настроить кинескоп и давали толковые советы. Один из таких технических специалистов рассказал нам об особенностях современных телескопов. Это зеркально-линзовые телескопы, так называемые. У него объектив – это вогнутое зеркало диаметром 150 мм. Оно собирает свет от объектов, и дальше отправляет свет. Вот, на этот маленький, здесь есть мениск. Видите? Беленько. И обратно это отражается в окуляр. За счет такой системы удается достичь большого фокусного расстояния. Соответственно, может достичь большого увеличения. Владимир Нац, Кирилл Елагин. Специально для 1М. Вот так иногда окунешься в мир театра, проникнешься всей этой историей и, в общем, смотрим следующий сюжет. В субботу учебный театр на Маховой вновь открыл свои двери для зрителей. Этот новый, 52-й театральный сезон начинается с премьеры. И на сцене студенты 4-го курса со спектаклем «Эврибоди на природе». Вот те люди, которые здесь, я им очень завидую. Я знаю, что завидую очень плохое чувство. Потому что они избраны быть в этом городе, в нашем своем любимом городе. И играть в этом зале, в котором счастье все. Яркой отличительной чертой спектакля является то, что на сцене, где работает 20 артистов, нет никакой декорации. Все, что окружает героев, создается тут же, на глазах у зрителей, исключительно при помощи одних только рук. Работа на спектакле, на самом деле, это такая история в театральной академии, что она может вести специально, а может не специально. Вот здесь не специально. На первом курсе было задание, по пластике рук на самом деле. И нужно было что-то такое придумывать. Ну, ребята принесли всякие этюды, вырулили на какую-то тему, на тему один день в походе. И вот на эту тему полгода придумывали всякие этюды. Сдали экзамен, практически получился спектакль. Но потом его доработали, довели. И вот сейчас сыграли на малой сцене в прошлом сезоне, а сейчас добрались на большой сцене. Стоит отметить, что этот спектакль благотворительный. Все собранные средства пойдут в Амурскую область за помощь людям, пострадавшим при наводнении. Ольга Рогова, Кирилл Елагин, специально для ДНМ. На сегодня это все. Так, ничего не забыл. А, привет Селиасу. С вами был Владимир Нац, Гармония во всем. Спасибо, мир. И продолжение истории следует. В следующем выпуске. Что почем? Фестиваль франшиз на Селиасе. Гость Селиаса – один из лучших предпринимателей мира Михаил Наумов. И Селиас в арт-объектах. Обо всем, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова